Сегодня появилась информация о том, что Роману Гриценко после драки с Евгением Масловым отправят в отпуск. По некоторым данным, Рома ближайшие недели проведет дома. Он займется лечением сломанной руки и сможет провести какое-то время с родными. Иосиф Агнисян и Саша Черно отправились навестить родителей Иосифа и обещают скоро сообщить самую главную новость. Алексей Кудрышов по эфирам пока в отпуске, но на самом деле уже насовсем покинул проект. Официально его уход покажет в воскресенье. Парень поделился, осознания того, что я ушел с проекта еще нет. Мне кажется, что все это отпуск или выходной, который будет длиться недолго. Но это точка и я больше не участник. Пока мысли в прострации, нет понимания, что дальше. Но есть цели и задачи. Искренне верю в то, что мы с Настей все преодолеем и заживем еще лучше. Также Кудрышов добавил, что он сильно привязался ко многим участникам проекта и очень скучает. Татьяна Владимировна Африкантова сообщила о том, что роман Капаклы заблокировал ее в соцсетях. Женщина очень расстроена. Похоже, Рома не может свой адрес терпеть. Никаких замечаний. Это говорит о упрямстве, категоричности и обидчивости. С такими людьми трудно находить общий язык, так как они упертые в силу своего характера, а также возраста. Женщина сообщает, что не ожидала от романа такого поступка. Ее это сильно напрягло. С первых дней своего пребывания на проекте Андрей Шабарин только и делает, что говорит о своем материальном благополучии. Финансовую состоятельность Андрея подчеркивает и Анастасия Кочервей. Не жалеет Андрей денег и на подарки для своей новой пассии. Очарованной красотой Анастасии Индальцевой, Шабарин уже преподнес избраннице духи стоимостью в 20 тысяч рублей. Кроме того, вывез девушку в ресторан, в котором частенько обедает сама Ольга Бузова. Стоит ли удивляться, что у телезрителей успели возникнуть вопросы, откуда же мужчины такие огромные суммы денег? Несмотря на то, что информацию нельзя считать на 100% достоверной, правда все же сплыла наружу. Если верить слухам, Шабарин является совладельцем сервисов по техническому обслуживанию и ремонту авто, что приносит ему весьма и весьма неплохой доход. Бывшая участница Тата Блюменкранц шокировала подписчиков своими развратными фото. Девушке все же пришлось задуматься о работе. По крайней мере, именно так она объяснила свои фото, которые мгновенно разлетелись по интернету. На них молодая мать позирует в откровенных комплектах нижнего белья и не менее откровенных пеньюарах. Вряд ли сама Тата ожидала, какая грязь польется на нее после подобных снимков. Вездесущие хейтеры сразу же обвинили девушку в занятиях эскортом или даже проституцией. И даже защитники Таты не смогли удержаться от комментариев, что подобные фотосессии – не лучшее занятие для замужней дамы. Не успела Богдана Николенко сообщить о своей беременности, как над жизнью ее, еще не рожденного малыша, нависла серьезная угроза. Как оказалось, события недавних эфиров не прошли для Даны бесследно. Если верить самой участнице Дома-2, сейчас она находится в больнице с угрозой выкидыша. Правда, девушка не теряет надежды сохранить ребенка и уповает на грамотность врачей и многочисленные капельницы. Судя по всему, вновь загремела в больницу и Алена Савкина. По крайней мере, именно в больнице теперь проходят встречи будущих мамочек. Вот только ни одну, ни другую это не радует. Серьез обеспокоены происходящим и поклонники шоу. По их мнению, Николенко и Савкиной придется сделать выбор. Либо беременность, но за периметром. Либо участие в Дом-2, но уже без детей. Спасибо за просмотр! Рекомендую предыдущие интересные ролики. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик справа внизу под видео, чтобы не пропустить следующий выпуск. Продолжение следует... Продолжение следует...